С российскими космическими программами происходит примерно то, что происходит со всей нашей системой эксплуатации постсоветского прошлого. Это вымывание, просто физический уход прежних кадров, которые понимают, и недостаточной подготовки и интерес ребят к этому типу деятельности. Если раньше ученые, инженеры в космос шли лучше, это был позитивный отбор, то сейчас лучшие идут заниматься менеджментом и их засасывают в другие сферы деятельности. То, что финансируется по остаточному плану, оно в общем как-то не очень хорошо потом почему-то работает. Более того, развитие частного космоса способствует тому, что если человек мечтает полететь в космос, ему сейчас не надо стремиться в центр подготовок космонавтов. у него появляется вполне нормальная возможность заработать денег на финансовых спекуляциях и купить себе космический билет. и поэтому центр подготовок космонавтов действительно сейчас страдает, что нету как бы интереса. Буквально когда сел ровер любопытства, что вызвал определенный интерес к космической теме, марсоход успешно достиг планеты и у человечества после неудачи с фобос-грунта появилась новая возможность получить дополнительные материалы о Марсе, который сам по себе является очень интересной планеты, но в силу своих уникальных способностей как наиболее земноподобная планета среди планет Солнечной системы. Наиболее близко достижимая и являющаяся одним из кандидатов на ее преобразование в обозримом будущем в среду, пригодную для питания человека. Мне очень понравилась статья, которая была напечатана в каком-то из американского журнала, по том, что мы не… что… вот эти инженеры из НАСА являются там настоящими героями, потому что они совершали вообще прорыв, который там по своей значимости для человечества гораздо больше, чем там проходящие в это же время Олимпийские игры. Но при этом героев Олимпийских игр знают все, там о том, как они тренируются, там, чем они питаются. Вот как бы сам образ жизни вот этого спортсмена, который зарабатывает большие деньги, который очень значим, который очень привлекательен для обывателя. И как бы юноша, думающий же сего, он как бы понимает, что идти в спортсмена – это круто. Вот, а эти инженеры из НАСА, решившие кучу, там, массу очень сложных инженерных задач. Они сделали то, чего вот как бы до них никто никогда не делал. Вообще вся эта технология спуска, там, 900-тонной громады на планету с очень тонкой атмосферой. Это, в общем, очень виртуозная задача, там, тонную махину безупречно опустить, не разбить, доставить. В ходе этой миссии было решено масса очень интересных технических задач. Но о них не говорится, это не пропагандируется, это не делается каким-то привлекательным образом для людей, которые могли бы этим заниматься. И в НАСА точно так же сейчас стоит задача, там, возрождение интереса к научно-техническому творчеству, к инженерным наукам, к математике и ко всему остальному. Потому что потребительское общество, оно, в большей степени, сейчас ориентировано на какие-то более, ну, шоу образы. То есть, вот, не идут космонавты, не хотят, потому что не видят общественного признания этого типа труда. И если мы хотим что-то изменить в этом, то надо, как бы, вновь поднимать престиж ученого, престиж созидателя, престиж людей, которые, собственно, создают новое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok